Эти дни, как бы я уже сказал, мы ожидали чудо в переезде. Мы, наверное, никогда не думали о том, что наше первое собрание выпадет на очень уникальный праздник. На самом деле уникальный праздник. Мы и в еврейской культуре называем это Рош Ходеш. То есть день, начало месяца, так бы глава месяца, да, вот такой. Но откуда этот день взялся? Смотрите, исход 12 глава, 1-2 стих. «И сказал Господь Моисею и Арону в земле Египетска, говоря, месяц сей, да будет у вас начало месяцев, первый, да будет он между месяцами года». Итак, я вчера переписывал с нашими друзьями, я говорю, поздравляю тебя с Новым годом. А он мне пишет обратно, каким? Я говорю, Рош Ходеш является первым днем или началом года календарного еврейского, потому что еврейский календарь относительно Торы начинался не с Роша Шана, как традиция говорит, да, а с исхода образовался народ и вышел он из Египта с Песоха начинается Новый год. Главами года. Нарош Ходеш, который является днем искупления по традиции. Поэтому существует традиция поститься, молиться, и называют это время Седарь Йом Кипур Катан. Ой, что это значит? Мы разберемся, но не сегодня. Нарош Ходеш читает 104-й Псалом, но этот месяц весьма особенный, так как 14-го Ниссана, 30-го марта будет эра в Песох, пятницу вечером, то есть на субботу, будет такое двойное благословение. Или как 2 в 1, 3 в 1, 10 в квадрате, я не знаю, как вы назовете его. Это самая интересная и важная тема, потому что некое благословение. И скажу так сразу, мы попразднуем дома, вы тоже, надеюсь, попразднуете дома. Не только субботу, но и сам Песох, с его и семьей, потому что это семейный праздник. А потом мы соберемся 31-го числа здесь, на следующий день после Песоха, соберемся, чтобы сделать следующий праздник. Мы называем каждый год, у нас есть традиция, делать пасхальный конверт, мы называем, да? Это пасхальный жертву перед Господом, жертва веры финансовая, потому что мы верим, что за все уже заплачено. То, что мы имеем, то, что у нас есть, оно приходит в публика благодати. Но некий жертвенный посыл такой в нашей жизни делает измененные ситуации. Я знаю, не один десяток человек в нашей общине, которые уже на протяжении многих лет верой делают этот шаг такого благословения. И они видят, как Бог открывает перед ними двери, которые были закрыты в бизнесе, в контрактах, договорах, переездах и ситуациях, которые нерешаемы. Я не говорю, что вы покупаете этот билет счастливый, абсолютно нет. Но это некий жертвенный посыл для того, чтобы наша свобода, на самом деле, открывалась больше. За нас уже заплачено. За нас заплатил Иисусу на Голосовом кресте на Песах. Но отплатить чем-то мы не можем, кроме нашей веры и благодарностью. То есть это благодарственный конверт, и мы говорим спасибо. Мы начинаем это с Хануки, да, и буквально полгода. Поэтому, если вы забыли, то напоминаю вам, испытайте Бога. Испытайте Бога даже в этом действии. Почему я говорю об этом? Потому что есть много ситуаций, которые нужно здесь нам будет изменять и двигаться вперед. Но 4 апреля, как я уже говорил, будет Седр 18 на 0 здесь, в этом месте. И мы будем его проводить все вместе. Сколько времени пройдет, я не знаю, но это будет интересно. Откройте вместе со мной Евангелие от Иоанна и Ханан. Я буду читать местописание из перевода Стерна, еврейский Новый Завет, Брихаташа. История, которая мне очень... Она нравится по некоторым вопросам. Во-первых, это место сразу за стеной храмовой горы. И недавно больше, несколько раз уже был на этом месте. Интересное очень место. И тогда думаешь, что там был Ишуа и что происходило на том месте. Хочется всегда об этом говорить. Итак, мы открыли 5 глава. Я не буду с первого стиха читать. Потому что там написано, что был праздник иудейский. То есть не еврейский, а иудейский. Значит, какой-то один из великих праздников был. Но какой, неизвестно. И в Ярушалайме, второй стих. Рядом с овечьими воротами есть бассейн. Бассейн, называемый по-арамейски Бет-Зата, то есть Вефезда. В нем лежало множество коллег слепых, хромых и увечанных. Некоторые манускрипты, включая этот 4 стих. Почему там 4 стих стоит? И здесь написано некоторые вопросы. 4 стиха. Там не лопнуло это случайно? Стекло. Ой, дай Бог, чтобы Макс остался здесь. Не упал туда. Здесь 4 стих. Он интересный, потому что фактически его не существует в оригинале. Это всего лишь собрано кусками, потому что есть предыстория того, что есть традиция или манускрипты, которые не все вписываются в это, что происходило там. Но не все же. Ожидающих волнения воды, ибо время от времени ангел Адуна, то есть Господень, сходил в бассейн и волновал воду. И всякий, кто первым входил в воду после ее волнения, исцелялся от своей болезни, какой бы она ни была. Там был один человек, мужчина, лежавший 38 лет, увидев этого человека и зная, что он давно находится там еще, сказал ему, ты хочешь исцелиться? Ну, конечно, если бы по-русски так сказать, с интонацией, ты хочешь исцелиться? Или ты хочешь исцелиться? Я не знаю, как здесь вот вопросительно спросить, но вопрос, ты хочешь исцелиться? Больной отвечал, у меня нет никого, кто мог бы опустить меня в бассейн, когда волнуется вода. Когда я сам пытаюсь сюда добраться, кто-нибудь всегда опережает меня. Ишуа сказал ему, встань, возьми свою постель и иди. Интересное местописание, и когда я рассуждал над этим, вдруг, знаете, вот такое чувство, есть духовный фундамент ко всему этому, что происходит. Как его перенести из 2000-летней давности сюда, в наше время, вот здесь, в Одессе? Как его вообще предоставить? Знаете, я могу сегодня с уверенностью сказать, что за мои 15 лет пастырства, да, как служителя, я не перестаю удивляться в том, что в общину приходят люди на протяжении 10 лет или чуть больше, без единого желания изменить свою жизнь или свои привычки. Люди приходят уже в течение многих-многих лет, и наблюдая за ними, я понимаю, им не хочется ни менять свои привычки, ни свой образ жизни, ни вообще, как бы, знаете, мышление, изменение какое-то такое, не очень хотят. Я действительно удивлен многим людям в том, что чем больше они находятся в общине после своего покаяния и прохождения водного погружения, тфилы, мне все больше и больше страшно с ним общаться. Есть люди, которые, ты знаешь, что уже давно покаялся, уже должны быть реальные изменения, плоды для роста, измененности, какие-то движения в служении и так далее. И я иногда боюсь с ними общаться. Знаете почему? Не потому, что они злые или какие-то многоговорящие, нет, потому что они все больше и больше похожи на мир, с которым я и так уже общаюсь каждый день с ним. Я пытаюсь людей из мира привлечь в чудный свет, а наши чудесные светила, которые в общине, да, превращаются в тех, которые нужно опять идти и опять спасать. До моего инфаркта я стал ходить в спортзал. И с Татьяной мы вдоль моря ходили, и доктор сказал, что фактически это, что могло меня спасти от смерти первый раз. Когда я начал ходить в спортивный зал, знаете, как первый раз, видишь людей разных, разных много людей. И вот здесь много не просто людей, которые ходят в спортзал и занимаются спортом, а есть люди, которые профессионалы в своем деле. Вот когда я пошел в спортзал, я видел там парня, который, его зовут Александр, он чемпион по бодибилдингу. В Калифорнии занял второе место, и вот очень такой интересный человек, когда Татьяна увидела, говорит, ух, ничего себе, парень такой жесткий. Он простой, очень простой, неразговаривающий такой вот, очень простой такой инструктор. И знаете, он тренирует таких людей, как я, физкультурников, не спортсменов, он не готовит таких профессионалов, но таких физкультурников. Потому что я не считаю себя каким-то спортсменом. И знаете, вот смотря на все это, я понимаю, что человек имеет свои цели, имеет свои достижения. Я действительно, знаете, так сказал, ты очень интересный человек, с ним интересно было общаться. Нас в этом зале примерно 5 человек собираются в 7 часов утра, примерно 5 человек. И занимаются один час, и во время своих упражнений, кто-то иногда подскажет тебе что-то еще и так далее. И я помню, вдруг проявляется один парень такой грубоватый наружности, хамоватый немножко, да, тебе такой. И, ну, там, занимается, что-то там ходит, где-то там записался даже в боксерский класс, там еще есть. Знаете, вот как-то так вот, ну, неприятная такая личность, знаешь. И настроение с Сашей, он худенький такой, понимаете, тот Саша под 300 килограмм там натягает. Это как бы так хочет быть спортсменом. Все было бы ничего, знаете, потому что мы приходим рано утром. Чем раньше двери откроются, тем лучше. Если было бы даже спортзал в 6 часов утра, я бы, наверное, в 6 часов утра ходил, чем пораньше. Чтобы не видеть людей, потому что, когда ты опаздываешь буквально на 15 минут, задерживаешься, да, после 8 часов, то уже вас не 5 нас, да, там, а уже уже 25 уже, да. И ты чувствуешь себя, ну, так не очень-то комфортно. Пытайся поскорее уйти. Так вот, этот парень, назовем его Юра, приходил в 7.30, так, может, наверное, полтора года, а потом исчез. Полностью, вот, взял и исчез, не знаю. Я подхожу к Саше и говорю, Саша, что с Юрой стало? Вроде бы нормальный пацан там гири тягал и как бы там занимался. Он говорит, да, да, Юрец не железо приходил тягать, а себя показать. Ну, как это, ну, выражение, так, я скажу, девушек, посмотри, да, он говорит, на баб посмотреть, знаете, такое, это самое, так, и говорит, он какой-то левый, не наш, знаете, такое. Ну, вы поймете, о чем я говорю, потому что после некоторого времени, у меня еще один был эксцидент, я когда выбил свои зубы на байке передние, так, что, ничего страшного. Это бывает так. Я долго-долго ходил к нашему донтисту или как-то к зубному, два года. И уже в конце, когда уже все они сделали, они меня мучили долго, поверьте, долго мучили. И они начали мне говорить, а теперь самое главное, потому что половина здесь у меня все вставное, самое главное, вот тебе ниточка, да, кто знает такую ниточку, ниточку для зубов. И говорит, надо каждый раз там чистить, а иначе будет парандокс, как там, парандокс, парандокс будет, тоже, будет тоже парандокс, или как-то еще будет тоже. Или там, я почему-то всегда думал, знаете, такой, если я не буду чистить, то, наверное, еще каких-то ВИЧом заболею, потому что оно такое, непонятно. Но как бы меня ни укатывали, как бы меня ни просили, я всегда забываю это делать. Как бы меня ни пугали, как бы меня ни пугали, что там будет развиваться там, да, я все равно забываю. Так, когда вспомню, там, что-то там ковырялся, там все почистил, все нормально. Но вот такая история. Но после инфаркта я вернулся в портзал, а там был Игорь, неплохой парень, и видят, что я занимаюсь, он говорит, слушай, дам тебе пару советов, там, таких, для укрепления мышц и так далее. Он не тренер, а как инструктор, и начал говорить, вот нужно на такие мышцы делать, вот это, и я так стоял, думаю, так, подожди, послушай мне внимательно. Я тебе скажу, что мне нравится делать, и что мне не нравится делать. Вот так, на ноги, вот это качать ноги, я не буду встал, не, это не мне не нравится. Бегать мне категорически нельзя. Нельзя. Доктор запретил. Ходить быстро? Ну, пока не могу. Он мотал головой, мотал, говорит, делает, делай, что хочешь. Знаете, почему я говорю это? Потому что это напомнило мне всех вас. Всех, всех, всех. Потому что, как бы я ни проповедовал, что бы я вам ни говорил, как бы, сколько анекдотов бы не рассказал, как бы и бы смиренно не просил в проповеди их что-то изменить в вашей жизни, многие сидят и думают, так, говори, говори, говори. А мне это не нравится делать. Я скажу, что тебе мне нравится. Вот мне нравится на грудь там качать, там бицепсы. На самом деле, с шаббата в шаббат, многие приходят, слушают, внутри себя говорят, меня не прошибешь. Мне это, это кому-то надо, там еще. Начинаю вспоминать, кому-то надо. Я не собираюсь меняться. Какой есть, такой есть. Одесская такая вещь. Какую взял, такую полюбил. Какое есть, такое есть. Нет, так нет. Лучше типа другое место. Хотите, берите. Хотите, не берите. Как будто мы на привозе торгуемся. Что делать? Не собираюсь вообще под вашу дудку плясать. У нас был один такой, когда я пытался ему вразумить по его неправильным делам. И как он себя вообще, как бы по бизнесу, как он себя ведет. А он говорит, под твою дудку плясать не буду. Что считаю, то и нужно делать. Мы все хотим изменений, перемен. Правда? Я хочу перемен. Но за это время, которое мы стали верующим, мы обнаружили хорошую формулу и хорошую идею, обращаясь к Богу, чтобы он изменил ситуацию. Правда? Как вот? Но никто из нас, наверное, не думает, что есть еще одна, другая идея. Обратиться к Богу, чтобы он изменил нас. Мы обращаемся к Богу, чтобы он менял ситуации, обстоятельства. какие-то... А никто из нас не думает об идее. Господи, так измени уже меня. Так это вообще опаснее, некоторые считают. Возможно, нам нужно отчертить какую-то территорию своей жизни и сказать, Господи, вот здесь я хочу изменения. Задавая многим вопрос людям, когда я общаюсь, встречаюсь с ними, вижу ситуации, я задаю вопрос простой, что бы ты хотел изменить в своей жизни? За что мне помолиться? Вот за что мне молиться? И что бы ты хотел изменить в своей жизни? 99% людей, я уже говорю 1%, может быть, я не замечал, всегда говорят, помолитесь об ситуации. У меня муж с катушек слетел, у меня там на работе ситуация, у меня начальник, у меня уже изменился, да вообще, я эту саму работу хочу кинуть. Я не могу, так, знаете, могу ошибиться, конечно, но я не встречал еще ни одного человека, кто бы сказал, мне, знаете, помолитесь, мне нужно изменить свой характер, изменить мое внутреннее состояние. Я эгоист, я хам, да, я сплетник, не, ну, как бы, не разночник добрых вестей, ну, она же как в добрый нос, добрая весть идет у нас, как благовестники, дорогие. Обращаясь к тем, кто благовестники даже сегодня, на наших благовестников тоже надо посмотреть глазами правды, так, знаете, они ожидают изменения, перемены, пробуждения в людях, которым они благовествуют, но я никогда еще за них не молился, которые бы сказали, пожалуйста, измени гадкого меня. Почему-то мы зацикли на других. Псалом 50, 11 стих, сердце чистое, сотвори во мне. Боже, дух правый, обнови во мне. Кто из вас вот так когда-нибудь молился? Не, ну, дух правый, тогда, я не думаю, что вы, сердце чистое. Не, конечно, вы знаете, что с вами происходит. Это я, может быть, не слышал еще ваше исповедание, там, помолитесь, я гад такой противный, и так далее, это самое, мотузью там, всех подряд, дети меня боятся, все соседи просто шугаются, потому что, когда я выхожу, от меня льется с рта, так, чтобы это самое, не имеется в виду, что ты выпил, а что это самое, что говоришь. Но, по крайней мере, я мало еще встречал, один процент оставлю для всех. Мы, может, приходим в общину, чтобы стало нам легче, но не останавливаемся от своей суеты и уходим неисцеленными. Хочешь исцеления или чувствовать себя лучше? Когда мы приходим в общину, мы хотим исцеления или просто чувствовать себя лучше? Я хочу, каждый раз, когда я прихожу в общину, встретиться с Богом, изменить вот внутренне свою, чтобы я стал другим. Мы хотим быть исцеленным и пассивным или восстановленным и горячим. А может, мы приходим, потому что чувство наше, ну вот, комфорта здесь. За нас уже подумали, да, вот, мы переехали сюда, тут есть детские, есть туалеты, можно вверх-вниз пойти, красиво, все так далее. Нам здесь комфортно, мы сейчас после собрания еще сядем, поговорим, помолимся, так классно, так хорошо. А вопрос у меня к вам всем. Кто из вас сюда пришел помочь в пятницу, просто так, переставить что-нибудь? Не один, комфортно. В четверг три человека. Ну, вы скажете, а, нормально, нормально, а пятница, это же шаббат, куда идти? Мы правильно сделали? Не-не, нормально. Я же как бы, я все понимаю, но в сущности, может, мы на самом деле приходим сюда, потому что нам комфортно, приятно, общительно, и уходим неизмененными, абсолютно. Мы думаем, что мы поболтали, поговорили, все так классно, и уходим за двери, и там то же самое происходит. Поэтому этот бассейн, Бефесда, если на иврит переводить, это Бетхесед, дом милосердия, был местом комфортного существования для этого человека, с людьми, имеющие различные увечья, пороки в теле своем. Этому мужику было там просто интересно. Да, он пытался что-то изменить, он хотел пройти, исцелиться, но 38 лет. У меня вопрос, где тебе комфортно? Ты хочешь исцеления? Или просто, чтобы тебе стало легче? По причине многолетия в собрании, быть верующим человеком, у нас с вами образовался артрит. Радикулит, растяжение. И мы сидим в комфортной зоне среди бездействующих членов, которые только вырываются сюда на собрание, чтобы помолиться друг за друга, что-то сказать, надставить. А потом мы сидим и ждем 4 стиха. Знаете, что там в 4 стихе было написано, помните? Что иногда ангел Господень решил просто ножку так опустить в бассейн, когда все начало двигаться, мы ждем, что когда-нибудь Он зайдет на собрание, где мы собираемся, и вот может быть что-то произойдет. Я вам дам новую, хорошую весть. Тогда получится только один. Получится. А все остальные 10 человек. Мы ждем этого 4 стиха. И что интересно, Ишуа приходит в эту Вефезду, Бог сам пришел в Вефезду, и вода даже не тронулась. Замечаете, нет? Интересный момент. Ишуа там находится, он ходит среди людей, он общается с ними, а вода не движется. А он там. Движение не происходит. Потому что все усматривают, когда же вода начнет двигаться. А он там. Он находится и спрашивает людей. Сколько ты уже здесь лежишь? 15 лет. Я уже 15 лет в этой общине. Никто меня не любит, никто не поважает. А ты сколько я покаялся 5 лет уже. Вот жду еще, еще жду, еще жду. Движение жду. Духовного движения. Ишуа тут среди нас сегодня ходит и узнает, сколько мы тут находимся. Самое главное, для чего. как я уже зачитывал 4 стих. Ожидающих волнения воды, ибо время от времени, время от времени. Но что интересно, Аишуа говорит, я даю вам хорошую новость, где вас двое или трое, я посреди вас. Я никогда вас не оставлю, не покину, но здесь от времени, от времени до времени происходили движения. Так многие из нас ожидают нисхождения силы Божьей, чтобы она изменила нашу ситуацию. Мы ожидаем, что что-то произойдет, что бокс не зайдет свыше, какое-то будет прикосновение и ситуация изменится. Это нормально, я не против. Знаете, если вы ожидаете, просите, знаете, такое как слово, по-английски интересное слово бэгра, да, попрошайка такой, дай, 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 да, который ходит там, это еще. Если мы на таком состоянии находимся, мы видим, что нам нужны перемены, мы чувствуем, что нам нужны изменения, что мы, может быть, застряли в духовном состоянии, и мы говорим, дай, 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 нам нужны перемены. Послушайте, я дам совет моих детей. А когда Дяшева подрастал, старшие учили его уму-разуму, знаете как, они говорили ему, слушай, дай, дай, папа с мамой не проходит, дай, 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 знаешь, мы тебе посоветуем другое сделать, ты не проси того, что уже есть, знаете, почему, потому что Наждашева всегда находил Танины занычки, имеется в виду шоколадку, что-то еще, почему, потому что она в доме есть, дети говорили ему, ты не проси, дай, 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 а знаешь, что ты должен взять то, что уже есть в этом доме, ты должен подойти к папе и сказать, я беру вот это, ты можешь взять его за руку, чтобы он тебе пришел и сказать, я вот хочу вот это, вот сейчас возьми, зять, помоги мне, дядь, 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 когда был совсем маленький, он голодный всегда был, всегда голодный, он научился, после того, когда дети с ним поговорили, он говорит, папа, пошли в магазин, я голодный, приводил, он меня брал за руку, приводил, а вы знаете, что уже все в этом магазине уже есть, он уже есть, он берет, а все, все платил кто? Я, Бог уже заплатил за всех нас, Бог уже все для нас предоставил, мы можем пользоваться или постоянно просить и ждать, пока оно придет, пока там начнет движение какое-то происходить, больной отвечал еще такие слова, у меня нет никого, кто бы опустил меня в бассейн, когда волнуется вода, а пока я сам пытаюсь добраться, кто-нибудь всегда опережает меня, знаете, он говорит правду, этот несчастный 38 лет пытается исцелиться, ждет, пока оно сойдет и пытается исцелиться, он говорит правду на самом деле, в его разуме понятие исцеления напрямую связано с помощью постороннего человека, в разуме он понимает, что без человека, мне нужен человек, кто бы меня взял бы и перенес туда, у него мышление, надежда на человека, когда волнуется, то есть я увижу, когда он, мне нужен тот, кто будет за меня драться, пикать, толкать, за мое исцеление, напоминает многих из нас, напоминает, упираться, толкаться, чтобы у меня нет тех, кто меня будет нести на руках молитвы, нет таких людей, его вера базирует на человеческие способности, наверно, никто не мог или даже может не хотел ему помогать, вы замечали часто такое, что когда чересчур много надоедаешь человеку, он уже не хочет ни помогать, не хочет что-то подсказывать, ответ нашли, нет, почему, ему, потому что ты надеешься, что этот человек тебе чем-то поможет, чем-то тебе обязан, ты за него схватился, что он тебя нес, перенашивал, занашивал, вытирал твои сопли, что-нибудь там делал, и послушайте, у Бога есть немножко другой подход, он объяснял еще причину, почему тут нет тех, кто мог бы ему помочь, он начинает оправдывать свое, как бы, ну, свою слабость, свою ситуацию, он начинает оправдывать и говорить, ну, вот тут у меня друзей нет, а там, наверное, не было друзей, вот представьте себе, кто-то кричит, хаворим, вода возмущается, и тут что происходило, только потому что один получал исцеление, один, сколько там было больных, я не знаю, ну, наверное, не пять, может, если было пять, то, наверное, прыгнули бы все вместе в этот бассейн, они бы договорились бы, понимаешь, и так, ну, наверное, точно один сегодня же выселился, потому что кто-то первый коснулся бы воды, а там драка, наверное, была, там, наверное, там толкались, там, я первый, я тут занимал очередь еще 38 лет назад, дайте мне это самое, помните, это как у нас в Советском Союзе, занимали очередь, уходили, спали полдня, там приходили, а вот я за ним был, это когда, я еще тогда приходил, пять лет назад, за пяти, да у меня нет тут тех, кто мне могли помочь, тут никому нет для меня дела, тут меня обзывают, тут меня не любят, тут нету движения какого-то, и всегда почему-то лидеры и служители почему-то получают первое помазание, несправедливо что-то, знаете почему? Потому что вот здесь вот ряды, они свободны, я же в другом здании, я выходил там, и смотрю, кто-то там болтает, там, кто-то уходит, там, это самое, носится с кем-то, он доказывает что-то такое, если неинтересно собрание, где Бог присутствует, не думай, что там, где ты болтаешь о чем-то непонятном, там будет Иисус возле тебя, и говорит, молодец, хорошо, как ты рассказываешь ему, или ей, что нас интересует? Он говорит, когда каждый раз, когда пытаюсь спуститься в воду, меня пинают, толкают, не пускают, обзывают, он пытался объяснить Ишуа причину, Бог знал, что этот больной не мог прийти к воде, вы понимаете, что Бог все знает, и Бог знал, что этот человек 38 лет надеялся на другого человека, пытался получить свое исцеление, и знаете, что Бог сделал? Бог пришел к нему, Бог пришел к нему, живая вода, Ишу говорит, я есть источник живой воды, если ты будешь пить меня, не будешь жаждать вовек, другим словом, если я когда нахожусь в тебе, то этот источник, он будет всегда действующим, оживляющим, и ты не будешь, нету присутствия Бога, или там есть состояние, ой, я так устал, и что ты еще, ты будешь всегда полон понимания, что Бог находится в тебе, он источник, и этот источник приходит к человеку, который пытался идти, к Богу не дошел, получить исцеление, и Бог говорит, сын мой, иди, вот он там, в этом, в этом ли суть спасения, конечно, я сам не могу себя спасти, даже приходя на собрание, решать вопросы какие-то, и какие-то действия там, с братьями, с сестрами, я не могу эту ситуацию изменить своими человеческими силами, поэтому надеющийся на человека, что он написано, он проклят, то есть не будет успешен, а надеющийся на Господа, он побеждает, да, не приходит, может быть, и сегодня это исцеление, но все-таки приходит, на Глагопсовом кресте, произошло то же самое, люди, которые пытались изменить путем законов или действий, не могли себя освободить от греха, поэтому Бог посылает своего сына на крест, чтобы он не зашел к ним и дал возможность им спасения, прорыв начинается тогда, когда мы заканчиваем свои отговорки, в свои оправдания, прорыв приходит в нашей жизни, когда мы перестаем оправдываться, почему я не могу это сделать и то, или другое, больной ответил, у меня нет никого, кто бы мне отпустил воду, знаете, что еще делал, он просто выслушал, он просто его слушал, слушал, слушал о том, что происходило, он знал обо нем, о нем все, но он его слушал, а потом сказал, встань, иди, возьми подстилку твою, иди, я вам дам просто, может, идею, мысль, в то время, когда мы ожидаем Божьего нисхождения к нам для возмущения какого-то духовного, ну, от духовной атмосферы, возможно, Бог ожидает, чтобы мы поднялись, 38 лет человек ожидал, что Бог будет приходить и возмущать воду, и пытался туда дойти, а тут приходит сам Господь, зная его вещи, происходящее с ним, ты встань, поднимись, мы ожидаем, чтобы он не зашел, а Бог говорит, нет, я хочу, чтобы вы поднялись, и Бог призывал Моисея, говорит, поднимись ко мне, в нашей жизни мы должны менять эту ситуацию, прорыв не начинается, когда ты переживаешь перемены, прорыв не начинается, когда ты почувствовал, перемены пришли, в твоих решениях, в твоих обстоятельствах, прорыв начинается тогда, когда ты поднимаешься, когда ты поднимаешься в служении, в помощи людям, даже близким, родным, в работе, когда ты поднимаешься, когда действуешь, несмотря на то, что ты чувствуешь или не чувствуешь, как вы думаете, человек, которому Мишуа сказал поднимись, что он почувствовал, все стало на место, нормально, прошло, прошло, пробуждение началось, надо вставать, брать постель, нет, в то время, когда ты не чувствуешь ничего, и Бог говорит тебе, поднимайся, действуй, тогда приходит пробуждение, тогда приходят перемены, бездействия всегда влекут тому, чтобы ожидать, когда же Бог сойдет ко мне бедному, община это место, когда начинаются перемены, потому что в этом месте ты общаешься, ты видишь ситуацию, ты можешь изменить ее и начинать нужно с себя, а не с другого человека, когда ты поднимаешься, служение людям, домашних группах, когда ты действуешь в твоем даре, который ты имеешь, когда не проходишь мимо друг друга, выходишь на улицы, множество дорог, которые ты можешь подниматься, и прорыв начинается именно с этого момента, потому что если ты будешь ожидать, когда тебя коснется что-то, когда коснется, о, я начал петь, ха-ха, аллилуйя, будем в группе прославления, в этом фильме, я тоже хочу петь, да, ты поднимишь, поднимись, и делай то, чего ты не делал раньше, у нас Новый год сегодня, при двери Песоха, новое место для служения, здесь куча всего, что можно сделать, можем собраться здесь 4 апреля, провести шикарный Песох, пригласить множество людей, можем участвовать и служить людям, которым нужно спасение, даже когда тебе не хочется это делать, тут нужно подниматься, тут нужно подниматься, закатывать рукава и действовать, видеть Бога, действующего через нас, обращаясь сегодня к обиженным, возвращайтесь, огорченным поднимайтесь, разочарованным и уставшим говорит Бог, не я, вставай, вставай, хватит тебе лежать с этими болячками твоими, ты все ожидаешь, когда будет какая-то конференция, какой-то движняк, какое-то еще состояние, чтобы там где-то увидеть возмущение воды и измениться, Иисус посреди нас, Ишуа посреди нас, здесь находится, чтобы нам быть другими, мы делаем оправдание, мы всегда ему делаем оправдание, не так нас посмотрели, нас не пригласили в ту домашнюю группу, нам не так сказали, эти ашери, которые там стоят, это страшно смотреть, я закрываю свои глаза, вообще это то, все, третье, десятое, у нас какие-то оправдания всегда есть, Ишу говорит, подожди, вставай, давай, вставай, я понимаю, тебе тяжело ехать с Котовского, вставай чуть-чуть раньше, чуть-чуть раньше, Исайя 52, я заканчиваю уже, первый стих, встань, восстань, облекись силу твою, Сион, облекись в одежде величия твоего, Иерусалим, город святой, ибо уже не будет боли входить в тебя необрезан и нечистый. Бог сегодня эти слова говорит каждому из нас. Исайя 60, первый стих говорит, встань, святись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Сегодня наш выбор с вами, друзья, сегодня наш с вами выбор, даже те, кто пришли в общину очень недавно, вы можете здесь встретить разных людей, разных, у которых за плечами уже не один десяток лет веры, и ты смотришь на него и думаешь, а оно мне надо, а мне нужно быть таким верующим, как он уже, или каким я стану через 20 лет, как вот этот вот человек. Я говорю вам, тем, кто обиженный, огорченный, утружденный, как бы, я кажусь, недопонимаете что-то в голове, может быть, ненаученный, или что-то еще. Простите, что я с вами так разговариваю, но освободитесь от этой мысли оправдания. Станьте свободными. Бог сегодня говорит, поднимайся, делай свою работу, бери за плуг, который тебе дан, делай то, что ты можешь сделать. Молодежь, у вас впереди много планов, которые у нас есть. У нас есть молодежные служения, у нас есть встречи, у нас есть поездки. И знаете, вчера вечером я даже изменил весь свой график отъездов и так далее, и тому подобное. Я пытаюсь в этом году даже только отсутствовать, может быть, как всегда, я отсутствую несколько месяцев, в этом году три недели. Я решил, чтобы мы не уезжаем. Не, не, это не означает, что Аллилуйя, он остается. Друзья, я могу покинуть вас в любой момент, если вы помните, что второй инфаркт, он был очень близко, тогда бы не получилось бы Аллилуйя. Может, кто бы сказал, Аллилуйя, ушел, слава Богу, у него нету уже. А на самом деле есть служители, есть те люди, которые Бог поднимает, чтобы были мы в единстве, двигались вперед, оставляя прошлое двигаться вперед. Поэтому я очень рад, что сегодня у нас нету прямой эфира, понимаете, потому что я говорю сегодня к вам. Я говорю к вам. И в этом очень важность. У нас есть Божья милость к нам. Поэтому сейчас мы ставим наши ноги... Шалом, друзья! Мы переехали. И служения будут проходить по новому адресу. Польский спуск 6. В этом ролике мы подскажем вам, как туда добраться. Угол Лонжероновской Пушкинской. Поворачиваемся спиной к оперному театру и идем вперед. Потом вниз по ступенькам. Не спешите. Мы спускаемся в самый низ на таможенную площадь. И с правой стороны вы увидите дверь, которая нам нужна. Каждую среду в 18.00, каждую субботу в 11.00 мы ждем вас здесь, на этом месте по адресу Польский спуск 6 на служение еврейской мессианской общины в Северной Мессии. Шалом! 2018 год это год веры. Год поста, молитвы и поклонения. Исраэль. Исраэль. Исраэль.